МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире информационно-аналитическая программа «День города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Непотраченное. Почти 380 миллионов рублей на дорожное строительство оказалось невостребованным. Смертельный занос. На рязанских дорогах снова гибнут люди. Идентифицировать и обезвредить. Взрывотехники отмечают профессиональный праздник. Строительство дорог в Рязанской области выросло на четверть. Мы делали упор на качество. Отсюда и заминка, и остаток средств. 377 миллионов, которые мы просто не успели потратить. Об этом заявил губернатор, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. Количество и качество новых дорог стали ключевыми темами на селекторном совещании в Кабмине. На языке чиновников слово «освоить» означает законно и правильно потратить, а не то, что вы подумали. Когда региону этого сделать не удается, федеральный центр называет его аутсайдером. Рязань по непотраченным деньгам на дорожное строительство в списке 11 субъектов с кассовым отставанием. Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий вызвал огонь на себя. Мы от денег не отказались и начали рассматривать региональные проекты. И из 970 миллионов основную сумму, это порядка 64% мы освоили, заключили контракты. И на оставшиеся 377 миллионов мы контракт заключили, но к сожалению, недельки на три мы опоздали и освоить эти деньги не смогли. Один из ключевых показателей нацпроекта безопасной и качественной автодороги – это смертность. И вот его как раз выправляют в области с трудом. Рязань по темпам снижения фатальности, конечно, пятая в стране, но все равно эти цифры тревожные. Еще одна важная для общественности тема – открытие Астраханского моста. Оправдание тех, кто обещал открыть его в декабре. Николая Любимова расстроили. Я требую, чтобы больше мы в данном случае не допускали такой ситуации, чтобы не обманывали людей. И если вы не уверены в выполнении сроков, то не обещайте, пожалуйста. Если уверены, то во что бы то ни стало вообще, во что бы то ни стало, держите свое слово, иначе появляются сомнения в вашей компетенции. Нам требуется две недели нулевой погоды без осадков, для того, чтобы закончить все монтажные работы с насыпью и опорными стенками. Плюс три дня на формирование дорожного асфальтного покрытия на укладку зенития. Как только температурный режим нам позволит это сделать, мы это сделаем. Национальный проект в этом году – это возведение 121 нового объекта. Рязань намерена продолжить так называемую практику проекта под ключ, когда от начала и до конца за строительство объекта отвечает одна организация. Работу над ошибками своих подчиненных Николай Любимов посчитал проведенной. Максим Васильев, телекомпания «Город». Снижение показателей безопасности на дорогах – это вот такие инциденты на автотрассах. Под Рязани столкнулись легковая Рено и грузовая фура. Не справился с управлением. Это предварительная версия аварии, которая произошла в Рязанском районе. Два автомобиля – легковой Рено и фура Скания столкнулись между селами Полково и Заборье. Водителю легковушки пережить столкновение не удалось. Шефер фуры рассказал, что ехал из гуся железного в сторону Рязани. Вышло мне навстречу боком, ее занесло. И произошло столкновение. Столкновение удержал машину, чтобы не уйти в курьер. Выскочил, побежал к машине. Но уже здесь люди остановились. И смотрели, и говорят уже – человек погиб. На месте происшествия работают эксперты и сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит узнать причину аварии и установить ущерб. А пока сотрудники ГИБДД дали официальный комментарий по ДТП. Около 9 часов утра в Рязанском районе на 51-м километре автодороги Спасклепики, Рязань, 55-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Рено, по предварительной информации, не справился с управлением своего авто, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скане». От полученных травм водитель автомобиля Рено скончался на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям быть внимательными во время поездок по городу и области и соблюдать скоростной режим. Валерий Седов, телекомпания «Город». В январе профессиональный праздник взрывотехника. В прошлом году работы в Рязанской области у них было, как мы знаем, предостаточно. Мины, снаряды и все потенциально опасные устройства – это работа инженерно-технического отделения ОМОНа. Ежедневный труд этих людей далек от кабинетов и офисов. Их рабочие задачи – найти, идентифицировать, обезвредить и уничтожить взрывоопасные предметы. В составе подразделения – саперы и кинологи с собаками. Ситуации, связанные с реальной опасностью, не прощают ошибок. Поэтому четко и накрепко отработанные действия отрабатываются на территории учебно-тренировочного центра. Здесь есть возможности воссоздать ситуации, в которых взрывотехникам приходится действовать. В этом году исполняется 320 лет со дня образования инженерных войск Российской Федерации. Инженерное обеспечение – это комплекс мероприятий и задач, выполняемых с использованием инженерных средств. Взрывотехники ОМОН регулярно занимаются на базе учебного центра, тренируют свои навыки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов и при необходимости готовы незамедлительно выехать на место происшествия. После получения сообщения группа выдвигается на место обнаружения подозрительного предмета на специальном автомобильном комплексе для разминирования. В состав комплекса входят необходимые в работе технические средства. Первым обнаруженный предмет осматривает кинолог со служебной собакой. Служебная собака осматривает предмет и обозначает сигнальной позой наличие взрывчатых веществ. Для дальнейшего осмотра взрывотехник одевается в специальный костюм. Его задача визуально – осмотреть и определить наличие или отсутствие взрывного устройства. Такое обмундирование защитит сотрудника от возможных поражающих факторов взрыва. В реальности ситуации, когда необходимо уничтожать взрывные устройства, встречаются в регионе нечасто. Но даже если случаются, можно быть спокойными. Сотрудники Росгвардии всегда на чеку. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Если юноша не хочет служить в армии, то исход может быть печальным. Например, уголовный срок. Притом, если в сапогах придется отходить всего год, то в казематах два, как минимум. Сотрудники полиции Рязанской области разыскали очередного уклониста – 22-летнего мужчину. Этот рейд по поиску уклонистов от службы в армии прошел еще в ноябре. Сотрудники военкомата работают рука об руку с участковыми. Но полицейские и сами оказывают содействие. Они устанавливают местонахождение таких уклонистов. Один из них проживал в Рязанской области. Ему 22 года и никаких законных оснований, которые бы освободили его от службы в армии, у юноши не было. Этим заинтересовались сотрудники отдела МВД России по Рязанскому району. Участковые разыскали уклониста. Собранный полицейскими материал по подследственности направлен в Следственное управление Следственного комитета России по Рязанской области, где в отношении призывника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 уклонения от прохождения воинской и альтернативной гражданской службы Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники МВД России по Рязанской области предупреждают, что в соответствии с законодательством страны граждане и должностные лица могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушения в области воинского учета. Уважаемые рязанцы, если вы располагаете информацией о нарушениях в области постановки на воинский учет, либо о лицах, уклоняющихся от прохождения мероприятий, связанных с воинским учетом и призывом на военную службу, просьба сообщать в территориальные органы МВД России на районном уровне или по телефону 02-102-112 с мобильных операторов. Розыскные и проверочные мероприятия продолжаются во всех районах Рязанской области. Валерий Седов, телекомпания «Город». «Клады земные» – выставка с таким названием проходит в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Здесь представлено около 30 живописных и графических произведений Татьяны Власовой, известного мастера художественного образа. «Вечер в Соренто», «Компо Маргарита», «Под небом золотым», взглянув на эти и другие работы, Татьяна Власова словно отправляешься в своеобразное путешествие по маршруту Рязань-Венеция. На этой выставке у меня представлено несколько серий работ. Это натюрморты «Скопинские сказы», серии еще «Клады старой Рязани». И несколько работ, небольшой цикл работ, посвященных Италии. То есть это то, что мне довелось открыть, узнать, найти. Натюрморт – один из любимых жанров Татьяны Власовой. Иногда она совмещает его с пейзажными зарисовками. Получается теплое солнечное лето рязанских деревень и сел, а также снежная зима. В самом названии, в общем-то, есть уже как бы и ответ «Клады земные». И речь идет о том, что, в общем-то, всю жизнь мы для себя открываем клады. Клады в местах, в каких-то предметах, в пейзажах, то есть в путешествиях. Выставка Татьяны Власовой «Клады земные» продолжит свою работу в галерее Виктора Иванова и «Земля Рязанская» до 25 января. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 21 января в культурно-выставочном центре АК открылась выставка-ярмарка меховых изделий. И пока морозы немного отступили, представительницы прекрасного пола могут успеть выбрать шубы и пальто из норки, мутона и нутрии. Только 4 дня в Рязани. С 21 по 24 января в КВЦ АК работает выставка-продажа Тверской меховой компании «За шубой». Для вас огромный выбор шуб и пальто. Размерный ряд от 42 до 60. Все меховые новинки по выгодным ценам. Скидки 30% на все. Такого еще не было. Мутоны нутрии от 15 тысяч рублей. Примерьте каракуль. Огромная цветовая палитра. Цены от 45 тысяч рублей. Я поклонница каракуля. А здесь очень большой выбор. Поэтому за шубой именно сюда. Мечтали о норке? Сейчас самое время ее купить. Скидка 30% на все. В следующем году прогнозируется дефицит мехового сырья и как следствие рост цен на готовые меховые изделия. Поэтому сейчас самое время покупать добротные и качественные шубы по выгодным ценам на Тверской меховой. На все изделия действует рассрочка без переплат. Успейте купить лучшую шубу для себя по выгодной цене. Выставка продажи Тверской меховой компании работает в КВЦ АК до 24 января включительно. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте 3wgorod62.tv и на наших страничках в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин